Сложная экономическая ситуация в нашей стране, как и во всем мире, это не временные трудности, а новая реальность. Такими словами начал отчетный доклад глава района. Сейчас важно перестроиться и выбрать новые ориентиры, опираясь на интересы жителей, отметил Михаил Сапунов. Нужно привыкать просто к другим реалиям. Вот и все. Я не вижу здесь ничего страшного. В принципе, ничего страшного нет. По крайней мере, то, что было сделано в Красногорском районе, было сделано очень много. У нас есть и задел, экономический потенциал, и налогооблагаемая база есть. И я считаю, что в целом все равно будет все нормально. Реализация плана по преодолению кризисных явлений в экономике и социальной сфере, сформированной районной администрацией в начале 2015 года, дала свои положительные результаты. Ситуация в районе в течение года характеризовалась как стабильная. Основные экономические показатели в целом имели положительную динамику. Хотя темпы роста по многим из них существенно замедлились. Без остановок производства работали крупные промышленные предприятия. Не было и массового сокращения рабочих мест. А вот новые появились в количестве 1900 единиц. На 2% увеличилась средняя заработная плата красногорцев. В 2015-м она составила 47 542 рубля. Доходная часть бюджета также возросла. В консолидированный бюджет поступило 8 миллиардов 310 миллионов рублей. Что на 509 миллионов рублей или на 6,5% больше, чем в 2014 году. Рост поступлений произошел и по собственным доходам, и по межбюджетным трансфертам из других бюджетов. Бюджет района имеет социальную направленность. Более 84% бюджетных средств в 2015 году было направлено в социально-культурную сферу. В 2015 году наблюдалось сокращение объемов возведенного жилья. В основном из-за снижения доступности банковских ипотечных кредитов, отметил Михаил Сапунов. Если в 2014 году было введено в эксплуатацию 1150 квадратных метров, то в отчетном – 460. При этом на территории района были реализованы крупные инвестиционные проекты по строительству офисно-деловых центров и торгово-развлекательных комплексов. Также продолжилось строительство социальных объектов. В 2015 году за счет небюджетных инвестиций было построено 6 детских садов на 1000 мест. За счет муниципального бюджета детский сад на 180 мест и пристройка на 500 мест к школе номер 12. Но выполнить целевой показатель по стопроцентному охвату детей дошкольным образованием не удалось, констатирует глава. Среди детей от 3 до 7 лет очередь составляет 1700 человек. Строительство новых детских садов – одна из приоритетных задач. Численность жителей нашего района выросла на 3%, в большей мере за счет миграционных процессов. И составила, по предварительным данным, на начало текущего года 213 976 человек. Наблюдалась положительная динамика и по естественному приросту. В 2015 году родилось 2910 красногорцев. В 2015 году за счет местного бюджета продолжались компенсационные выплаты семьям при рождении детей. Оказывалась адресная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на приобретение дорогостоящих лекарств. Производились выплаты ветеранам ко Дню Победы. На предоставление мер социальной поддержки в прошлом году выделено свыше 21 миллиона рублей из районного бюджета. Дополнительное образование молодежи также оставалось в поле зрения руководителей муниципалитета. В прошлом году открылось отделение Красногорской художественной школы в Изумрудных холмах. Принято решение о выделении помещений на муниципальных площадях торгового центра «Красный кит» для занятий творческому коллективу современного танца продвижения. Останавливаясь на вопросах здорового образа жизни, глава отметил, что на территории района функционируют 243 спортивных сооружения, 11 из них – новостройки. Мы поддерживаем призыв губернатора Московской области отказаться от бюджетного финансирования профессионального спорта и делать ставку на массовый спорт. При этом есть понимание, что команда мастеров по хоккею с мячом зорки, которая имеет богатую историю и пользуется любовью у многих жителей Красногорска, должна обязательно сохраниться. Будем искать формы поддержки команды совместно с государственным автономным учреждением Московской области и хоккейный центр Московской области. Не останутся красногорцы без новых спортивных объектов и в 2016-м, заверил глава. Совсем скоро должно завершиться возведение сразу двух физкультурно-спортивных комплексов – в Апалихе и Нахабино. В этом году приступят к проектированию школы в Нахабино и нового здания для образовательного центра «Созвездие». В ближайшее время будет открыт фельдшерско-акушерский пункт в деревне Козина. Идёт строительство ФАПа и на территории сельского поселения Отрадненское. В рейтинге проблемных вопросов Красногорского района первую строчку по-прежнему занимает дорожно-транспортная ситуация. По мнению экспертов, улучшить её поможет развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Подготовительные работы по возведению первого пускового комплекса должны начаться в этом году, сообщил глава. Ещё одним событием станет строительство путепровода через железную дорогу вблизи станции Нахабино. Вопрос открытости власти и развития диалога между обществом и властью имеет первостепенную важность. Наш губернатор показывает пример доступности и оперативного реагирования на обращение и жалобы. По многому этому способствует портал Московской области Добродел. Команда Красногорского муниципального района поддерживает курс губернатора. В центре внимания человек, его здоровье, безопасность, условия проживания, возможность реализации сил и способностей. Валентина Титова, Никита Рощин, Евгений Волков, Максим Мельников и Марьяна Быстрова, КРТВ.